Наша сборная, она простая, она, скажем так, рубленная топором без единого гвоздя. Клубы наши ведущие все-таки играют интересней. Мы играем в очень-то тот футбол, который всегда в Украине культивировался. И, наверное, приход иностранных тренеров именно в наш клубный футбол помог немножко интереснее заиграть. Плюс легионеры все-таки подход совсем другой и у Днепра, и у Шахтера, и у Динамо сейчас. Но чтобы играть иначе, чем сборная играет, нам нужен был другой тренер. Не потому что Фоменко плохой, а потому что вот он делает то, что он умеет. Ожидать какого-то сверхпрорыва к качествам игры? Нет. Мы не можем этого сделать. Мы можем просто снова сыграть хорошо на том уровне, как это было в отборочном цикле к чемпионату мира. Звезд мы с неба не схватим. Но это реально так. И самое главное, что если мы, допустим, даже решим на какой-то момент взять нового тренера и начать играть в сборной в более интересный футбол, больше контроля мяча и просто гораздо зрелищнее, то, во-первых, не факт, что получится сразу. А во-вторых, это время. Это время, которое тоже будет надо команде. И поначалу результаты точно не будут такими феерическими. Может быть, даже где-то провалимся. Просто надо принять для себя решение, что мы хотим. Мы хотим играть в качественный, более яркий футбол, либо мы хотим результат. А мы хотим, ну, как всегда, рыбку съесть и, в общем-то, тоже куда-нибудь пройти. Ну, получается так, что то рыба, то не то. Проходили мы пока только один раз. Тогда при Блохине попали на чемпионат мира. Все. Да и то, если честно, будем говорить, что фарта там было очень много. Очень-очень. Вот без фарта мы не сделаем какую-нибудь сенсацию. Мы можем обыграть там, какой-то матч хорошо сыграть. Но без фортуны, без того, чтобы где-то повезло, без этой помощи, больших результатов точно не добиться.